Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим еще вот такой один вариант ручейника, который достаточно прост в изготовлении, но учитывая то, что я стараюсь не повторяться, мы его изготовим немножко в другом варианте. Приманки. Особенность этой приманки заключается в том, что ее можно забрасывать практически круглый день, невзирая на то, какое количество было поклевок. То есть, свою плавучесть оно не теряет за счет вот нашего крыла, которое изготовлено из пенки. Нам необходимо будет... Я уже подготовил крючок, взял Тимка 200Р. Номер я взял 12, так как я жука буду изготавливать, вернее ручейника, несколько в большом исполнении. И понадобится вот такая вот у меня был кусочек огрызок пенки. Я склеил с одной стороны вот так пополам, как вы видите. Из нее мы будем изготавливать с вами крыло. Нам понадобится с вами антрон или любой материал, который обладает положительной плавучестью. Можно тело изготовить из пенопропилена, пряжи, волокна, все, что у вас будет. Учитывая то, что у меня расцветки ручейников несколько серо-оливкового цвета, я беру даббинг вот такого серого цвета из наборов, которые продаются для начинающих вязальщиков. Очень удобен и в походных условиях. Это вот такой, как я уже показывал, набор даббинга с подходящими цветами, те, которые нам необходимы. И закрепил для сегментирования вот остаток такого елочного украшения, который достаточно крепкий. Обычно можно использовать и другой материал для сегментирования, но желательно, чтобы он обладал плавучестью. Хотя бы какой-то леской можно, но не проволокой. И теперь в районе, где мы закрепили наш люрекс, я сперва изготавливаю вот такой небольшой шарик. И от этого шарика я уже начинаю двигаться, формировать мое тело. Добавим еще немножко. Здесь уже можно ближе к грудке цвет изменить, добавить чуть темнее. Поэтому можно использовать и ближе к болотному цвету, или же хорошая темная олива. Вот я взял два таких цвета между собой. Сейчас мы их соединим и продолжим дальше формировать тело. В изготовлении довольно-таки прост. Просто плавучесть у него просто сумасшедшая и практически неубиваемой рыбой. За счет того, что нашу пенку погрызть очень тяжело будет. Реагирует любая рыба. Я изготавливаю сейчас принципиально на несколько большем крючке. Для того, чтобы отсеять ту мелочь, которая будет пытаться скушать мой, моего ручейника. Изготовили. Добавили еще немножко. Не доходим буквально 3-4 миллиметра до грудки, для того, чтобы мы могли с вами изготовить лапки и грудку нашей мушки. Вот так будет достаточно. Теперь нам необходимо взять пенку и подготовить крылышко, как я вам уже показывал на рисунке, так, чтобы оно повторяло нашего ручейника. Обмотали люрексом тело и подготовили вот по форме наши крылышки. Вот такой формы. Чтобы они у нас как раз становились до... Выходили хорошо за загиб. Но для того, чтобы, как обычно, еще больше привлечь нашу рыбу и более правдоподобна была наша мушка, я подготовил вот такое пёрышко CDC. Если у вас его нет в наличии, можете не крепить. Если есть, желательно. Закрепим наше пёрышко. И теперь нам необходимо совсем немножко, потому что будем крепить пенку, желательно ее посадить нам на клей, чтобы крыло наше не прокручивалось. Я наношу, как всегда, немножко клея на нить и проматываем. В одной точке стараемся так, чтобы перо сильно у нас не повредилось, потому что в дальнейшем это же пёрышко мы с вами будем использовать в качестве даббинга. Подхватили. И теперь будем крепить наше крыло. Одели, примерили, вполне достаточно. И теперь сильно не усердствуем. В одной точке стараемся промотать. Закрепим наше крылышко. Проверим, чтобы оно у нас хорошо, ровненько сидело. Отлично. И закрепим. Закрепили крыло. И я отрезал из остатка вот такой кусочек пенки, для того, чтобы мы могли потом с вами чехликом накрыть грудку. Теперь нам понадобится с вами вот такое, хотя бы одно пёрышко CDC, для того, чтобы мы могли с вами выполнить здесь имитацию наших ножек. Если есть у вас даббинг, пожалуйста, можно использовать даббинг. Давайте закрепим, как обычно, за краешек наше пёрышко. Подведём к чехлику крепление. И теперь не имеет значения, сколько, в какую сторону и как нам необходимо выполнить обмотку. Вот всего пера, какое у нас на всю длину его. Если по каким-либо причинам, вот как в моём варианте, что достаточно, допустим, большое очень или чересчур длинные бородки у нашего пера, это не страшно, потому что их можно будет потом подщипать и длину мы сами потом уже для себя подберём. Вот так будет достаточно. Закрепим перо и оденем теперь наш чехлик. Закрепили с вами пенку, как вы видите, переломили её. И учитывая то, что у нас получается он достаточно таких мрачных, тёмных расцветок и далеко его не будет видно, я, как всегда, на чехлик нанёс капельку лака, светоотражающего, светонакопительного флоресцентного лака, для того, чтобы было хорошо видно моего ручейника. Вот и всё. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!